Одинность Одинность – это не значит, что ты один, это одиночество в плане личностного восприятия. Это не значит, что есть другие, и ты просто сам по себе, и ты один. В голографической реальности есть свои правила, свои механизмы, соответственно, вы подчиняйтесь этим правилам. Я сейчас хочу привести еще такой пример. Есть очень такая избитая фраза «по образу и подобию», и я хочу ее применить сейчас в объяснении. Дело в том, что когда человек находится в данной голограмме, то есть личность находится как участник данной голограммы, данной реальности, Таким образом, лучше происходит взаимодействие и рождение осознанности. Внешне вы продолжаете общаться, как обычный человек, четко улавливая внутри себя и с собой происходящее. Одинность дает это ощущение правильного взаимоотношения с собой по каждому мигу реальности себя. Если взять, что вы каким-то образом углубляетесь в ту или иную идею, То никакая осознанность внутри этой идеи вам не поможет и вас не спасет. Потому что вы переходите в чистоту линейности, где отсутствует присутствие, Где, грубо говоря, отсутствует ваша суть, ваша сущность, отсутствует Бог. Если вы хотите, грубо говоря, спастись, то не надо использовать то, что изначально вас топит. Мы сегодня обязательно остановимся по поводу наблюдения более подробно. Прежде чем, чтобы назвать что-то хорошим и плохим, нужно сначала смотреть, каким образом работает ваше мышление. То есть анализ – это уже активный процесс, это процесс движения. Удерживая этот слой, удерживая эту расслабленность, это кольцо, этот купол, Вы продолжаете смещаться к себе, к своему телу. Не важно, чтобы каждый человек сам уловил, где находится эпицентр его присутствия, Когда он находится в наблюдении. Вот это внешнее сканирование, внешнее наблюдение, внешний купол и внутренний – Они должны быть включены одновременно. Сама эта правда будет делать необъяснимые, чудотворные вещи по отношению к вам, Без вашего запрашивания о чуде. Возревание не является пассивным или каким-то латентным. Оно очень включенное и фиксирующее. Оно такое сканирующее и очень такое отслеживающее. Рано или поздно этот алгоритм, соответственно, наберет критическую массу И выхлопнется в виде какого-то событийного ряда, В виде какой-то ситуации, которая причинит вам то или иной дискомфорт, Воль, страдания, переживания и тому подобное. Сейчас я хочу остановиться еще более подробно на состоянии присутствия в моменте И присутствия себя в себе. Но этого недостаточно, потому что внешний периметр, внешний объем, он выключен. Вас нет там. Как только он выключен, это значит, вы его отсоединили. Факт отсоединения автоматически втаскивает вас в двойственность, в разделенность. И эта разделенность всегда не срок страдания. Получается достаточно многомерный процесс. Он такой пронизывающий. Он и расколкнутый объемный, и в то же время он как бы пронизывающий вовнутрь. Он очень живой, как сеть. Он такой, как бы, как лучами, как присутствием пронизывает. И просвечивает все изнутри. Вот как только вы в этом устаканились и нет большего падения, после этого вы уже можете переходить к наблюдению за наблюдением. То есть, как бы, расколкнутся еще больше, еще на один оборот, еще на один выхлоп. Тогда вы, как бы, становитесь еще более бдительными, еще более включенными. И, соответственно, еще более не вовлеченными, что очень и очень важно. Всегда эта ломка, вот этот катарсис очищения боли, для него тоже нужны силы, для него тоже нужна энергия. Для него тоже нужна возможность какого-то запаса, чтобы человек мог адаптироваться к разным стадиям. Потому что просветление и пробуждение – это не какой-то щелчок, о котором пишут информационные источники. Да, это есть узнавание. Я согласна, что прозрение, и вы осознали это сущность, вы уловили этот ответ. Но затем есть последующий процесс. Когда тело подстраивается под эти измененные частоты, под это прозрение, оно не успевает так быстро влиться в это прозрение. Если вы посмотрите, возьмете любых ваших знакомых и адептов, которые хотели какого-то духовного пути или каких-то духовных прозрений или каких-то успехов на духовном пути, то вы увидите, что, в принципе, они предполагают, а может быть и вы в том числе, что прозрение, просветление – это добавление чего-то очень хорошего к вам существующим, к таким, какие вы есть. Ничего подобного. Что же все-таки такое путь без пути? Это по моменту взаимоотношения, взаимодействия с самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok